Как это произошло, во сколько примерно? Ну, 15 минут 8-го это было. Я смотрел новости российские. Потом центральные двери затручились. Я встал, думал, может кто-то стучится. Подошел сюда и взрыв дальше. Я вот там очнулся. Потом вызвали директора общеобразовательной школы Андрея Васильевича. Удовенко вызвал скорую. Приехала скорая, то есть сделали мне кардиограмму сердца и два укола. Ну, так не пострадал, да. Ну, тут вот осколок был. Вот тут пролетел. Вот, забрали же осколок. Понятно. Вот, осколок попали. Сейчас. Ну, сейчас начнем. Здесь осколок забрали. Здесь осторожно, потому что это деформационный шов между двумя блоками. И там, скорее всего, насыпалось все. Вот, она просила. Значит, вчера, 18 октября в 19.15 произошел обстрел в школу 61 в лице и с информационным профилем. Как мы предполагаем, это были артиллерийские или танковые снаряды, потому что осколков было не так много, но пробить вот такую кровлю сложно. Обрушение и пробитие кровли в спортзале, вот мы с вами где находимся, и в здании бассейна. Вот, счастью, никто не пострадал, кто находился в этот момент в школе. Ну, а повреждения, конечно, очень серьезные, тем более осенью, перед зимой. Конечно, это все очень-очень печально, потому что мы очень готовились к началу учебного года. Дети просто осаждают школу, хотят прийти на занятия, но, к сожалению, мы пока с ними работаем только дистанционно в этой школе. Ну, а так планируете это все восстанавливать? Ну, мы, естественно, прежде всего мы хотим закрыть сами эти пробои, для того, чтобы во время дождя не затекали, и сами помещения спортзалов и бассейны. Под этим спортзалом находится очень хорошее, мы недавно отремонтировали столовую школьную, красивую, там, хорошо оборудованную. Поэтому, конечно, прежде всего нужно закрыть кровлю, чтобы дождь не попадал. Ну, а потом уже с институтами будем определяться, как это сделать уже капитально для того, того, чтобы восстановить полностью всю кровлю. Вот такой еще вопрос. А как вы думаете, кто стрелял? А что тут думать? Если мы видим, что это бронебойные снаряды, очевидно, то ли это из района Песок, то ли это из района Курахова или Маренки. Вот, однозначно. Мы же слышали и видели даже, как летят эти снаряды. Поэтому это били с той стороны. А почему вы сюда не знаете? Ну, ваше предположение. Такое впечатление, что били куда попадет. Потому что попали и в жилые дома на улице Кутузова, на Савченко, в нашу школу. Снаряд разорвался буквально в 100 метрах от огромной котельной. У нас здесь, на поселке, находится котельная на улице Ионина. Она обслуживает половину Киевского района. Это такой объект, который очень был, наверное, привлекательным для того, чтобы повреждение. Да, да, да. Но, слава богу, котельная работает. Тепло в дома идет, в школу. В школе отопление работает и электричество. Все, слава богу, сохранилось. Так что, ну, будем говорить, отделались... Легким испугом. Ну, малой крови, что называется. Слава богу, все люди живы. И материальный ущерб в основном по спортивной базе. Хотя у нас в школе, кроме общеобразовательной школы, есть еще своя спортивная школа, своя школа искусств. Мы входили когда-то в проект «Школа будущего». Все старались, сделали, но кому-то, наверное, это не нравится. Спасибо. А вы посмотрите, сколько посекло. Хорошо, надо посмотреть, чем это все-таки. Да, 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 хорошо. Спасибо. Давай, пока. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...